Чао. Меня зовут Джулия. Джулия Кей. Я рада, что ты здесь. Давно ко мне никто не заходил. Многие годы. Я должна рассказать тебе свою историю, но не знаю с чего начать. Так много всего. Стоило бы начать с самого детства, но мои воспомнания о нем туманны. Помню лишь лето 1929 года, когда меня отправили к няне. Новая глава Ливенда. Лето 1929 года. Няня, расскажешь мне историю о белой даме? Нет, воровщик, не сегодня. Видишь, туман поднимается. Да, я понимаю, что туман дама убивает юных девушек. Но почему она такая злая? Видишь ли, Джулия, боль и страдания могут толкать нас дурные поступки, даже если мы на самом деле не злые. Это как солдатик, который должен убивать других солдат на войне. Знаешь, няня, мне нравится дама. Ей, бедняжке, должно быть так плохо. Хотя она все равно чуть-чуть пугает меня. Может, она бьет и меня, когда я подрасту. Стэнтлин убивает того, кто ее любит. Конечно же нет. От этой мысли не легче. А как же Марта? Ей грозит опасность. Твоя сестра вместе с мамой, так что не переживай. Скучаешь по ним? Нет. То есть, да. Я немного скучаю по Марте. Но мне нравится проводить с тобой время. А теперь воробушек. Отправляйся в кровать. Уже поздно. Хорошо, няня. Я заснул и мне приснится дама. Она была красивой? О да, была очень. Тогда в моих снах она будет красивая. А я буду такой же красивой, как она. Ты будешь еще прекраснее. Няня. Раз дама не навредит ни мне, никому. Значит, прочитай мне историю. Пусть на улице и туман. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я сразу усну уже. Обещаю. Ох, ну хорошо. Всегда ты добиваешься его маленькая плутовочка. Я любила няню и эту историю тоже любила. Каждый раз я слушала ее словно впервые. И с каждым разом эта история становится все интереснее. Изо дня в день я просила няню рассказать ее, даже несмотря на то, что она была страшной. Солос на древней легенде. В зимнейших озерах обитает дух юной девушки, который убил ее возлюбленной. Она хотела лишь гулять вдоль берега с любимым и глядеть на старое дерево, что растет на островке. Столько надежд и мечтаний, но ее ждала смерть, а не любовь. Так, говорить. Давайте попробуем поговорить. Бедняжка. Это несправедливо. Жизнь несправедлива, милая, и мы должны уметь с этим справляться. Ладно, постараюсь. Но меня это очень злит. Няня, продолжай. В отчаянии мужчина признался, что убил ее из ревности. За это его повесили на маленьком островке посреди того самого озера, где он убил девушку. Они везде ее искали, но так и не нашли тело. С тех самых пор ее дух известен как Белая Дама. Заточен в глубинах озера. Она безутешно оскорбит о потере любимого человека. Считается, что когда поднимается туман, Белая Дама покидает воды, озеро и бродит по лесу. В тщательных попытках найти свою давнюю утраченную любовь. Охотники рассказывают, что в предсветном тумане можно услышать женский плач. У-у-у, так. Это жуткая история, но дама мне нравится. Не остановиться, воробушек? Нет, няня, папа всегда повторяет, что нужно бороться со своими страхами. Продолжай. Хорошо, зовутся. Каждый раз, когда печальные воспоминания там тревожат душу дамы, она обрывает жизнь юной девушки. Лишь забрав столь молодую душу, дама может облегчить свои страдания. Пусть и на мгновение. Доброй ночи, няня. Сладкий снов, милая. Так, интересно, интересно, но, по идее, это должен быть хоррор, либо, так что, всем кукусики. Давайте посмотрим, что за игрулька. Вроде все хорошо, но опять читать вот это все меня как-то поднапрягает. Я провел с няней почти три года. Настыла вернуться домой, и я быстро было, что такое быть счастливой. Воспоминания... Что там... А, возвращается ко мне лишь спустя 15 лет. В 44-м году, когда я остановилась в этом доме, мне нравилось устанавливать фотоаппараты в лесу у озера. Спасибо, что там блещет, так обзеркаливается, как говорится, светом буквы, что не можешь их прочитать. Можно, как говорится, еще побольше такого текста. Так, взаимодействовать с чем? Ага. Давайте будем взаимодействовать. Так, что это такое фотоаппарат? Татыша. Мы как Питер Паркер, да, сейчас будем с вами... Так, перемотать пленку. Хорошо. Открыть фотоаппарат. Вытянуть старую пленку. Вставить новую пленку. Тихо, я тут пытаюсь фотографии делать. Так, ага. Закрыть фотоаппарат. Зарядить пленку. Установить таймер. Почти готово. Теперь нужно навести фокус. Фокус. Так, и как это сделать? Ага. Давайте наведем. На поверхности виды что-то плавает. Если я наведусь получше, то смогу разглядеть, что это. Так, давайте смотреть. Так, ты шо-ля, дама в белом, да? Что? Это человек? Я должна помочь. Так, мне интересно, здесь управление будет с помощью мышки чисто или... Или мы сможем ходить? Ну, че ты стоишь? Давай в лодку. Мысль о том, что кто-то мог утонуть в моем озере привела меня в ужас. Осиро было моим миром, где я могла мечтать целыми днями. Я затерялась в своих мыслях. Но это было... Но это было и прошло. Правильно, вот так. Брось эту одежду. Все, мы теперь как Аквамен. Блин, странное тут управление, конечно. Ну ладно. Может дальше будет лучше. Бонжур. Отдыхаете, мадам? Я сразу заметила, что на ней было одно из моих платьев. Мне было страшно. Пытаясь не утонуть сама, я как смола вытащила безжизненное тело на берег. Только когда я несла ее... На руках, походу, да? Я поняла, кто это был. Это была моя сестра. Близнец. Часть меня мертва. Ммм... А ты шо ля? Сеструнька, нужно сохранять спокойствие. Согласен. Когда я хочу посмотреть, как ты выглядишь. Марта не мертва. Нет, Марта жива. Марта отдыхает просто. Это невозможно. Это неправда. Так, Марта, вставай. Все хорошо. Пошли домой. Беспокоиться не о чем. Все хорошо. Все будет хорошо. Нужно сохранять спокойствие. Марта не мертва. Все. Доварились. Вот так. Да. Мартан медальончик. Все хорошо. Ты не поранилась? Я не, ну вот Марте что-то плоховато походу. Бенжур. Что ты делаешь? Давай, Эрих. Быстрей. Так, родители побежали ко мне. Мама обняла меня. Она теперь меня не могла. А, она теперь терпеть меня не могла, но сейчас прижала к себе. Так, ее тепло напомнило меня жизнью и боль стала более... Блин, кто это придумал? Терпимой. Я почувствовала себя защищенной. Марта, с тобой все хорошо? Она спросила меня медленно, чтобы я смогла прочесть по губам. Короче, я эту штуку читать не буду. Все, как хотите. Я, вот это меня напрягает. Я могла выдать себя за Марту. Я понял, мы сейчас выдадим себя за Марту, да? Мы же забрали, получается, с вами медальончик. И, типа, теперь мы будем Мартой. Да, ребят, сорри за вот эти, что когда на темном фоне буквы, я реально там половину не вижу. Он отсвечивает. Так что, если что-то не успела прочитать, просто на паузу нажмите и все будет хорошо. Так, тело. Первый день со смерти Марты, 22.30. Так, перекреститься, встать. Господь наш дарущий жизнь умирающим, да будет твоя жертва во имя любви. В руки твоей я веряю свой дух, чтобы могла я воссоединиться с ней в вечном свете, не познав в мух чистилища. Господи, дару ей вечный покой и пусть вечный свет озарит ее. Эрик, ты не забыл зажечь свечи в зале? Гости уже скоро будут. Мама всегда найдется дело для каждого. Папа должен быть совершенно подавлен, он влюбил в меня. Я поступила ужасно и теперь вынуждена смотреть, как он переживает мою смерть. Но хотя бы могу зажечь за него свечи, чтобы он поставил что-то там, кого-то там. Так, это меня глючит, либо оно что-то мылом все взялось. Папин губой. У нас был очень милый дуэт. В теоретке некогда папа бывал дома. Папа и мама и бабушка с дедушкой. С трудом верится, что отец военный. Это скорее подошло бы маме. Так, во-первых, мне не нравится... Ё-моё, как оно все перетергивается. Во-первых, мне не нравится, как оно... Во-первых, выглядит. Во-вторых, сенсор. Так, ну, надеюсь, отпустит. Надеюсь, это типа у нас с вами шок. Из-за этого оно все так мылом и дергается. Если нет, то надо будет что-то смотреть. Менять настройки. Блин. Вот смотрите, я чуть-чуть перекручиваю. Чуть-чуть так... Опа, и оно его передергивает. Ну, ладно. И на миг не успокоится. Даже в такое время, ни секунды не может посидеть тихо. Начало было интригующее. А вот сама игра, конечно... Что там? Что за песня? Я не могу его выключить. Мы всегда должны слушать радио. Любые новости и объявления могут быть жизненно важны. Все. Пусть шипит. Грис, а я художник, а так вижу. Так, кто-нибудь прет забрать эти чертовые цветы? Когда мама чем-то просит, скрыться невозможно. Все. Ложи. Старая картина окажется у меня такой печальной. Она вызывает у меня чувство глубокого одиночества. Ой, не говори. Так, телефона. Сейчас незачем звонить по телефону. Согласен. Так, мы к тебе, конечно, сейчас еще подойдем. Спишь? Спит. Что тут у нас находится? Это не папитная охоченная винтовка. Он никогда не охотился. Должно быть, няня оставила их здесь. Прикольно. Няня с дробовиком, да? Так, ладно. Давайте потемаем нашу сестричку и пойдем дальше. Какого черта? Нам на минимум показалось, что это... Нет, нет, невозможно. Похоже, из-за всего происходящего мне меряется то, чего нету. Мне что, как обычно, все делать самой? Эрик, пошевеливайся. Или Эрик? Мне лучше найти... А мне лучше уйти или она снова... Начнет меня напрягать. Я понял. Так, ребята. Сейчас, одну секунду. Я альтабнуюсь. У вас картинка подзависнет. Так уж посмотрю. Я могу понять, в чем прикол, что она таким мылом взялась. Ну, по идее, не должно, но... Hello. Блин, ну мы только вышли. У нее все, да? Все должно быть идеально. Саласин бесит. Так, куда это поставить? На окно. Ах! Сантыш Леондра, ты гляди. Что ты себе позволяешь. Так, куда это ставить надо? Так, у меня светлая борода. Вызывает... Так, конец передачи, специальное предложение. Куда его ставить? Сюда. Что происходит? Кто дверь закрыл? Ах! Это Бумбайка. Блин, а что ж? Эрих? Эрих, проснись. Думаешь, это подходящее время для сна? И место для сна, а? Эрих. Да, должно быть я уснул. Так, почему я не могу ничего сделать? Ага, вот могу. О чем они говорят? Нельзя здесь лежать. Почему бы тебе пить в постель? Нет, нет. Я хочу остаться со своей дочерью. С твоей дочерью? С твоей дочерью? У тебя еще одна, знаешь ли? Она еще жива. Помнишь? О чем ты говоришь? Джулия умерла. Как ты можешь говорить такие вещи? Как ты можешь? Тебе стоит подумать о Марте. Джулия избила Марту. Ты ведь об этом знаешь. И будто этого балла. Вдобавок ко всему, она еще что там. Все так же старая пластинка. Обо всем виновата Джулия, да? По ее вине Марта глухая. А ты бесплодна. Думаю, сейчас подходишь и для этого время. Джулия мертва. Ирена. Мертва. Кто-то убил ее. Ты это осознаешь? Смекаешь, о чем я? Конечно, осознаю. Я все понимаю. Думаешь, я глупая? Я лучше всех понимаю. У него были проблемы. Одни проблемы. Было бы лучше, если бы она вообще не рождалась. Ты безумел. Это я безумел? Хочешь узнать, откуда эти шрамы, а? Так, ладно, это не из той серии. Ну ладно. Блин, надо будет прикрутить немножко звук самой игры, потому что она меня пугает. Они хотят задеть меня за живое. Это только и дело, что причиняла тебе боль, Джулия. Моя бедная, милая, сумасшедшая девочка. Шизик. Что я буду без тебя делать? Какая станет жизнь? Мы проводили так мало времени вместе. Но сейчас я дома. Мы можем пойти, порыбачить, патографировать бабочек. Да, давай, бери ее под руки. Ноу. Больше ничего не можем делать вместе. Верно? Ничего. Я скучаю по тебе, Джулия. Скучаю. Пока мирная города долины Эльзы продолжает дыбнуть под... Что-то там до нас дошли трагические вести. Юная дочь генерала немецкой армии Эриха Кей была убита неподалеку от своего дома. Что могла послужить причина для столь трусливого поступка? Так. Крабы приступили к расследованию. Ну, тогда, как говорится, я не переживаю. Они найдут, кто убил Джулию. Мама не сильно предавалась горею. Я беспокоила только то, что моя смерть может... Болезнь сказаться на марте. Но мое отсутствие значительно облегчило ей жизнь. В конце концов, для всех было лучше, что умерла именно я. И для меня было лучше, что все вокруг так думали. Но чувство вины поглощало меня. Так, Марта. Нашла? Нашла. Так, Марта. Утратила. Ее. Душу. Уважаю санта. Уважаю. Уважаю. Уважаю санта. Уважаю сана Тома-урон. Закра. Уважаю. Уважаю санта. Так, я украла её жопу. Жизнь, личность, понял, понял, тихо, всё, всё, я украла её личность. О, кто-то варенье разлил. Примерно я так же самое играл на гитаре, когда мне вперёд раз руки попалось. Чё-то типа такого, да. Не поверите, чем я сейчас занимаюсь. Я беру мышку и с самого начала от коврика до конца веду. Прикольно. Спасибо играм. А нельзя типа это сделать на одном взмахине? Ладно. Марта, я таки извиняюсь, но вы близняшки. Тебе в принципе не стоит срезать её лицо, чтобы одеть на себя. Вы и так похожи. Но, кажется, кто я такой, чтобы давать советы, правильно? Жесть. Правда. Да. Что это что я? Джим Кэрри в фильме «Москва» будем, да? Ладно, и что делать? Алло, игра. Короче, я нажимаю все кнопочки, но она что-то... ...ничего не хочет делать. Ку-ку. А, просто надо было постоять, хорошо. Да, да. Ну что, как вы, игрулька? Кто досмотрел этот момент? Стоит ли дальше проходить? Ну? Давай. Самое прикольное, что до этого момента нельзя было сохраниться. Это был лишь сон. Страшный сон. Жуткая женщина и лицо моей сестры. Хотелось бы, чтобы все было сном, чтобы маэстра сейчас спала в своей кровати. Но ее кровать пустует. Такова действительность. Так, ага, очередная картиночка. Тут с Мартой на празднике святого покровителя, это было всего несколько месяцев назад, а сейчас... А сейчас стеснится, что ты отрезаешь ей медаленое лицо и деваешь на себя. Марта попросила мои фотографии. Хотела, чтобы сделала выражение лица, которое я всегда смешила. Выражение, которое она не могла повторить. Она говорила, что это следы моей души. Можешь ли фотографии запечатлеть душу? Могу ли я запечатлеть душу Марты? Так. Это аппарат кредет вашу душу, так что не фотографируйтесь, ребят. Посмотрите на всех этих инстасамок. В них явно нет дыши. Страшные сказки. В последнее время все кажется страшным. Хотя все здесь такое красивое и яркое. Так. Блин, я не знаю, может... Может убрать размытость в движении? А мы можем сохраниться? Ура, мы можем сохраниться. Давайте сохранимся. Так, глава первая, комната, автосохранение, новое сохранение. Что мне нужно, что-то, что-то сохранить игру. Алло. Алло, дай. Куда сохраниться? Так, комната. Ммм, новое сохранение. Так. Назад. Я думаю, наверное, мы в следующей серии с вами продолжим прохождение этой прекрасной игрульки. Я посмотрю по поводу графики, потому что что-то нам было. Наверное, я не убрал размытость в движении. И нужно больше что-то с Сенсой сделать, потому что что-то на мне вообще не нравится. Так что все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Крица Мурмур. И до потом. Все. Услышимся.